МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Всем» телекомпания Орленок ТВ о самых заметных событиях минувших 7 дней. В студии Ирина Калищук. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За Родину, добро и справедливость. Пионеры-ленинцы вспоминают героическое прошлое. Пионеры-кубани пополняют свои ряды. Это было очень красиво. Красные галстуки, белые банты. Первым делом детская площадка, вторым – гаражи. Кооператив «Форсаж» выполняет обещанное. Открывает новую зону для игр. Если нужно будет, мы свои силы тоже какие-то средства можем вложить. Если нужно, будет для кого-то еще сделать помочь. Вместо картошки и огурцов – мох и тина. За забором соседа сточная канава. Совсем не шуточные соседские претензии. Раз бы на этой, на настоящей земле, дует вот эта мух. Ловись, рыбка большая и маленькая. Удильщики Туапсея района выходят на большую рыбную охоту. Рыбалка рыбалкой, а главное в этом деле – уха. Об этих и других событиях в программе «Всем». Полторы тысячи рублей ежемесячно на первого ребенка до полутора лет и три тысячи на второго. Компенсация затрат на детское дошкольное воспитание. Первичный базовый материнский капитал в размере 250 тысяч за рождение второго ребенка. Предложения, направленные на решение демографических проблем, высказанные президентом в своем ежегодном послании правительству, стали предметом живого обсуждения в каждой российской семье. Мнение новомихайловцев на сей счет выясняла наш корреспондент Мария Чайковская. Эта программа должна действовать за следующего года. Верите ли вы в реализацию этой программы? Ну, трудно сказать. Мы будем надеяться, наверное. Большое это дело, чтобы рождаемость повышалась. 250 тысяч – это хорошо очень. Но это только на следующий год. Хорошо бы и в этом году. Я хочу надеяться, что будет. Но там есть какие-то свои хитрости. Они как-то дают эти 250 тысяч не сразу, а так, что трудно понять, как они будут давать. Мы второго ребенка не собираемся, поэтому нам все равно. Сам президент сказал, кто, конечно, как не верить самому президенту, которого, кстати, избирал народ. Значит, наверное, он интересы народа, наверное, старается притворить в жизнь. Уже при Данину верится с трудом. В общем, надежда умрет последняя. А так, конечно, это дело серьезное. Желательно, чтобы все это исполнилось. Не знаю. Почему? Честно сказать, нет. Я тоже об этом думала. Не верю. Почему? Почему? Да не знаю, девушка, не верю и все. Ну, просто столько людей, и все будут рожать. И как так? Всем по 250 тысяч. Тогда каждый будет рожать. Честно. Хотелось бы очень, и не только при рождении второго, но и третьего, и дальше, чтобы возрастали эти все суммы с рождением следующего. А почему вы верите? Почему верю? Ну, хочется верить. Четыре ребенка вот вырастила, и в данный момент мне очень помогают. У меня двое детей, я опекун являюсь. Мои дети выучились. Я довольна, какой у нас президент. Всероссийский детский центр «Орленок» вспоминает свое пионерское прошлое. 19 мая, в день рождения пионерии, у памятного камня, с которого когда-то начался всесоюзный пионерский лагерь «Орленок», кузница пионерского актива, собрались те, кто считает себя пионерами или первыми. Красными галстуками аллеет набережная Всероссийского детского центра. Дню пионерии салютуют разные поколения орлят. Среди них первопроходцы прошлых лет и вожатые современности. Пионеры – пионерский галстук. Можно сказать, что это некий образ жизни. Достаточно интересный образ жизни такой. Праздник пионерии выдержан строго советском стиле. На площади звучат детские песни, движутся живые картины, произносятся звучные речевки. Атмосфера прошлого завораживает и погружает в мир беззаботного детства. Отдельным строем стоят пионерские вожатые советских годов. Для них 19 мая всегда был особым днем. Торжественным и радостным, интересным и требовательным. Праздником детства, юности и студенчества. Это было очень красиво. Красные галстуки, белые банты, знамена, флаги. То есть мажор всегда был для нашей страны очень замечательным состоянием. И вот этот праздник был праздник детства, праздник юности, праздник радости. Ушло время красных галстуков, пионерских идеалов и законов. На их месте появились другие альтернативы, продиктованные современным миром. А День пионерии так и остался тем мостиком, который продолжает соединять разные поколения. Мария Чайковская, Сергей Колтунов, телекомпания Орленок ТВ. 22-тысячная детская общественная организация «Пионеры Кубани» пополнила свои ряды. 19 мая только в Туапсинском районе галстуки кубанского триколора надели 30 мальчишек и девчонок. Торжественный слет, посвященный Дню пионерии, состоялся у Центра досуга «Юность» поселка Новомихайловский. Вынос знамени Краевой детской общественной организации «Пионеры Кубани» для всех первых особенный ритуал. За более чем 80 лет он совсем не изменился. Как и в советские времена, пионеры равняются на знамя и держат салют. Будущие первопроходцы только учатся, поэтому торопят события и поднимают не правую, а левую руку. Слова клятвы почти не изменились. Будущие пионеры по-прежнему присягают перед лицом своих товарищей. Церемония вступления в ряды первых, как и положено, торжественная. Галстуки первопроходцам повязывают почетные пионеры. Они же передают свой опыт. «Знаешь, как повязывать галстуки? Не училась еще? Запоминай, пионерский узел, если не вижу, исторический узел. Пионеры Кубани по-другому галстук завязывают. А салют как отдают пионеру Кубани? Теперь уже можешь. Поздравляю тебя от всей души». Галстуки пионеры Кубани носят разные. У одних те, что остались от родителей, цвета пролитой крови. У других – окраски кубанского триколора. Но главные законы прежние. Больше дела меньше слов, дружба превыше всего. «Буд готов! Всегда готов!» «Немного рассказывали о пионерах. Раньше принимали с пятого класса только в пионеры, а теперь с третьего. Я решила, потому что там очень интересно. Ходишь в походы, помогаешь старшим, очень стареньким людям убираться, все делать». Витя Шевченко – пионер в третьем поколении. На линейку пришел с мамой. Ирина Григорьевна в свое время была активисткой. Именно она поведала сыну о пионерах, рассказала о том, как работали первопроходцы в ее время. Витя решил продолжить мамин путь. Он вступает в ряды пионеров осознанно. «Вот мы учили клятву, там нам говорили, что надо помогать ближним, исследовать заповедям своей школы. Теперь я буду дорожить честью своей школы и семьи. Буду помогать тому, кто нуждается в моей помощи. И вообще, кто вообще будет рад посмотреть, пообщаться с пионерами». Новое время, новое поколение, новые дела. Свежеиспеченные пионеры начинают свой путь. Не за дело коммунистической партии, а за родину, добро и справедливость. «Дороги пионерские всегда вперед зовут. Дороги пионерские – учеба, дружба, дружба, дружба. Дороги пионерские торопят всех ребят. Умелыми и смелыми они нам стать велят». Барабанное дро, перечевки, девизы и неизменная песня «Взвейтесь кострами синей ночи» давно канули в лету. На российском небосклоне появилось огромное число различных детских организаций. В Краснодарском Краевых состав входит более 2 миллионов мальчишек и девчонок, но пионерская по-прежнему остается самой многочисленной. В каждой школе Туапсинского района действует дружина первых. Как? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа в Ольгинской школе. «Пионер» первопроходец первый. Красногалцучное движение юных ленинцев, охватившее когда-то подростков страны Советов, живет и развивается в 21 веке. В средней школе 19 села Ольгинка из 210 учащихся 47 пионеров. И это еще не предел, говорят педагоги. Основное пионерие – это товарищество, дружба, любовь к родине, уважение друг к другу. Чувство коллективизма очень хорошо вот эта пионерия возрождает и воспитывает. Он ведь с нашим знаменем – цвета одного. Говорили о галстуке советские пионеры. Сегодня и цвет, и значение главного государственного символа изменились. Поменялись галстуки и у кубанских пионеров. Малиновый цвет, голубой цвет и зеленый цвет. Малиновый цвет означает цвет крови, голубой – цвет неба, а зеленый – это поля, природа. Стать пионером может не каждый. Как и в советские времена, отличная учеба и хорошее поведение играют далеко не последнюю роль. В День пионерии 20 самых достойных учеников 3-го и 4-го классов вступают в ряды детской дружины «Искорка». Для Юли это новый мир, открывающий множество возможностей. Я бы хотела такое сделать дело, чтобы мною гордились и всегда, и чтобы уважали меня. Своими делами ребята могут действительно гордиться. Многое успели сделать пионеры Ольгинки за 5 лет. Установили около школы памятник землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Возродили Тимуровское движение. Мы с одноклассниками ходили к ним домой, дарили подарки, цветы, открытки, поздравляли их, помогали по дому, в огороде, может быть, у кого-то есть. Пионерский возраст имеет свои пределы. Для 14-летней Ксении Ковитян этот год последний в ее пионерской жизни. Несколько лет она руководила советом дружины школы, готовила праздники, помогала младшим и ветеранам. Теперь заряд энергии, полученный в пионерии, будет искать воплощение на поприщах других молодежных организаций. Есть сейчас такая новая организация, называется «Молодая гвардия». Это для молодежи, которые за 14 лет. И, скорее всего, я буду вступать в эту организацию. У современных детей есть выбор. Пусть это будут пионеры, скауты или молодогвардейцы. Ведь вне зависимости от государственного строя и политических настроений общества, детские организации, которые несут добро, дружбу и положительные идеалы, подросткам должны быть. Мария Чайковская, Сергей Колтунов, телекомпания «Орленок ТВ». Более тысячи талантливых детей из 70 регионов Российской Федерации встали в один майский хоровод. На всех творческих площадках «Орленка» зазвучали народные песни, мелодии, дроби. Традиционный конкурс-фестиваль «Орлята России» на этот раз посвящен фольклору. В течение нескольких дней свое мастерство на большой сцене «Орленка» покажут 100 коллективов и 150 солистов. Конкурс проходит в 8 номинациях. Народными костюмами пестреет Всероссийский детский центр. Юные таланты вновь приехали в «Орленок». Фестиваль «Орлята России», призванный открывать звезд, по традиции открывается на Звездной площади. Мы всегда ждем этот фестиваль. Мы его очень любим. И год от года в фестивале принимает все большее количество участников. Очень приятно, ребята, смотреть на вас, потому что вы такие нарядные, красивые, радостные. Профессиональная команда членов жюри приветствует участников фестиваля. Заслуженные артисты и деятели искусств Москвы, Астрахани, Краснодара открывают творческий марафон. Несмотря на статус и регалии, они пускаются в пляс и исполняют перед публикой свои любимые песни. Старт дан. Восемь творческих площадок запели разными голосами, заиграли на все лады и закружились в хороводе народных танцев. На конкурсе ансамблей солистов народного пения слышны хорошо знакомые композиции. В барыню, валенке, колыбельную маленькие солистки исполняют с особой душевностью. Зал Дворца культуры и спорта заполнен до отказа. 46 хореографических коллективов и 10 солистов народного танца целый день держат зрителей в напряженном внимании. На сцене башкирские пляски, русские хороводы, кавказские лесгинки. Широкий спектр танцевального репертуара удовлетворит самого капризного зрителя. Домра, баян, гитара, балалайка. Около ста виртуозов народных инструментов представляют на суд ценителей свое творчество. Чем больше струн, тем легче играть, скромничают участники. В руках Павла Горбачева трехструнная балалайка звучит не хуже шестиструнной гитары. Три дня длится фестивальный хоровод. Новые звезды, буря эмоций, овации победителям. Не все участники получат награды и кубки. Но заряд положительных эмоций и запас ярких впечатлений увезет с собой каждый из конкурсантов. Мария Чайковская, Сергей Колтунов, телекомпания Орленок ТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свои лекции астрофизик читает для своих орляцких коллег, работников Дома космонавтики и обсерватории. Языковой барьер астроному не помеха. Происхождение Вселенной – большая загадка человечества. Вокруг образовался энергетический пояс. Существуют действительно в мировой науке, в мировой астрономии подобные гипотезы. И одна из них, о которой Махмуд говорил, да, она имеет право на существование. Говорить, насколько он прав или нет, наверное, сегодня еще рано. Махмуд называет себя человеком мира. Со своими лекциями он много путешествует. В стране детства профессор впервые. Говорит, в азиатских странах, центров подобных нашему, не найти. Я очень впечатлен, что здесь существует подобная обсерватория, музей. И это место, где будущие космонавты, наподобие Гагарина, могут впервые попробовать себя в этой области. Я хочу, чтобы человечество узнало правду о происхождении Вселенной, говорит ученый. В ближайших планах Махмуда создание всемирной университетской системы астрономических исследований. Благодаря случаю достойное место в ней может занять Орлена. Артем Демин, Олег Гилев, телекомпания Орленок ТВ. Почти гогольская тема. Не повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, но тоже соседская склока на улице Колхозная, поселка Новомихайловский. Проблема двух дворов выходит за пределы забора и приобретает полновесный масштаб. Маленькая котенка и небольшой огородик. Это все хозяйство Надежды Алексеевны. Пенсии в 2000 едва хватает на пропитание. О благоустройстве участка речи давно не идет. Сохранить бы то, что нажито, говорит старушка. Тут когда дожди сильные, они же там эту шамбу сделали, шамбу не выкачивают. Сколько живут, ни один раз не выкачивали. Они же и баня в них, и туалет, все в доме. А все к нам идет. Дренажи сделали. И по дренажу, и с этой шамбой идет сюда. Уже три года участок Надежды Алексеевны Белик тонет в воде. Сточная канава давно не функционирует. Она забита строительным мусором на территории соседа. Водоем с каждым днем только увеличивается. А огород Надежды Алексеевны превращается в болото. Картошка здесь уже не растет, говорит пенсионерка. Добрая половина огорода поросла мхом. За зиму от сырости посыпался фундамент дома. Вот раз бы на этой, на настоящей земле будет вот эта муха. У нас все это мухом покрыто. Вон я наскребала какую кучу. Еще там лежит куча. На воротах соседа Самвела замок. На звонки в дверь Маркарьяна не отвечают. И все же после визита нашей съемочной группы дело сдвинулось с мертвой точкой. Как выяснилось, в администрации поселка о проблеме знают. Со слов начальника ГОЧС Валерия Текучева, сосед Самвел Маркарьян уже был предупрежден о незаконности своих действий. И пообещал вычистить слив в самые короткие сроки. Увы, Надежда Алексеевна в обещания верит с трудом. Их было немало. А пока на случай взяла телефон нашей редакции, чтобы сразу сообщить радостную весть. В доме сухо. Артем Демин, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. В Новомихайловском продолжается война. Война за землю. На минувшей неделе бои развернулись на улице Юности 2. Кооператив «Форсаж» решил возвести гаражи на месте старой детской площадки. Свои действия гаражники согласовали с представителями всех властей и начали со строительства новой детской площадки в другом месте. Жители домов выступили против строительства гаражей и засомневались в возможности строительства новой площадки. Гаражники дело в долгий ящик откладывать не стали. Новая детская площадка взамен старой сооружена в семидневный срок. По словам представителей строя кооператива «Форсаж», здесь учтены все детские надобности. Горка для катания, баскетбольное кольцо, качели, место для отдыха. Есть хоть ребятишкам где поиграть, а то двора вообще не было по существу. А раньше где он бегал, бегали по стройкам, да везде по садикам. Ну вот сейчас будет хоть он все здесь, в куче. Дети рады, родители довольны. По сравнению со старой игровой площадкой, условия здесь действительно гораздо лучше. Высажен зеленый газон, уложено мягкое ригополовое покрытие. Сделана защитная ограда. И здесь очевидно, что дети действительно рады этой площадке. Не то, что это старая площадка, она у трассы, где машины. Здесь спокойно, тихо, уютно. Это третья новая детская площадка в Новом Михайловском. Безусловно, число их должно расти. Форсаж в свою очередь готов и дальше вкладывать средства в безопасность подрастающего поколения. Конечно, нужно их побольше. Детей очень много. И нужно их побольше делать. Если нужно будет, мы свои силы тоже какие-то средства можем вложить. Если нужно, будет для кого-то еще сделать помочь. Гаражи еще не построены. Новая детская площадка уже украсила серый двор. Недовольных деятельностью форсажа на открытии зоны для игр мы не заметили. Может, конфликт не исчерпан. Но в любом случае обустройство старого двора вряд ли кого-то разочарует. Артем Тюмин, Олег Гилев, телекомпания Орленок ТВ. Рыбалка, пусть не олимпийский, но вид спорта захватила любителей рыбной ловли города Туапса и района. Минувшие выходные рекордсмены-удильщики, а в их числе есть чемпионы района, края даже России, собрались в селе Анастасиевка, дабы помериться в деле рыбачим и поесть ушицы горячие. Вместе с ними рыбу удел наш корреспондент Артем Тюмин. Торжественное открытие соревнований. Праздничные речи, подъем государственного флага. Но традиционные официальности – мелочь для рыбака. Рыбалка начинается с наживки. О, есть! Оп! Ха-ха! Вот они! Жеребьевка по секторам, 5 минут на подкормку. И старт удочки в воду. Первый улов не заставляет себя ждать. Стоять! Ха-ха! Женщинам везет, говорит судья соревнований. Рыбачки Татьяне на этом месте везет уже второй год. Она одна из главных фаворитов состязаний. Кило 9. Внешняя незыблемость участников – залог удачного лова. Рыба не терпит шумных рыбаков. Как правило, о крупном улове узнают лишь соседи по сектору. И все же страсти на берегу кипят нешуточные. Одно из правил соревнований – в случае поимки крупной рыбы справиться с добычей самостоятельно. Ловись рыбка большая и маленькая – 5, 10, 15 килограмм. Рыбаки говорят, размер не имеет значения. Ведь порция адреналина с каждой пойманной рыбы – настоящий наркотик. Адреналин бешеный. А потом вот так же спокойно пошел отпуск. Но адреналин бешеный, когда вылавливаешь не большую, а много, мелкую. Эдуард Шевцов – победитель соревнований прошлого года. Рыбак с 40-летним стажем. Рыбу в пищу практически не употребляет. Говорит, я больше спортсмен, нежели рыбак. Ушел от рыбаков, стал спортсменом. Рыбалка – это промысел. Спорт – это поймал. Отпустил. В том, что рыбалка – дело профессионалов, съемочная группа убедилась на собственном опыте. За два часа, отведенных на ловлю, клево так и не случилось. Рыбалка рыбалкой, а главное в этом деле – уха. Вот рыбалка в чем заключается, да? Суть это рыбалки. Ушица. В большом котле лишь небольшая часть общего улова. Ровно столько, чтобы ухи хватило каждому. Остальную рыбу после поимки взвешивают и отпускают обратно в водоем. В финале награждение победителей. Белый амур на 2,600. Самая крупная добыча в сачке управления охотничьего общества. Приз для самой юной участницы – Дианы. Сертификат в 500 рублей на рыбачьи снасти в магазине «Все для рыбалки». Удочки, фонарики, леска – подарки отличникам соревнований от магазина «Охотник и рыбак». Рыбалка завершена. Призы вручены. Рыболовный сезон открыт. Артем Демин и Олег Гилев, телекомпания «Орленок ТВ». По гибкому пути пошло более ста учащихся 4-й спортивной школы поселка Новомихайловский. Все они занимаются одним из самых молодых видов восточных единоборств – дзюдо. В числе спортсменов не только парни, но и девушки. Бросок с бедра, боковая подсечка, зацепь снаружи. В соревнованиях под дзюдо не увидишь сжатых кулаков и бойцовских ударов. На спортивной арене, как говорят дзюдоисты, идет борьба ума. На переводе дзюдо на русский язык означает «гибкий путь к победе». Гибкий путь к победе – это значит, самый маленький человек может выиграть у самого большого путем хитрости, путем гибкости. Хитрая игра ограничивается жесткими правилами. В дзюдо нельзя хватать за уши, волосы, заламывать пальцы, дотрагиваться до глаз. Любое нарушение строго наказывается тренером. Поединок на татаме может длиться от нескольких секунд до десяток минут. В дзюдо – игра четких бросков, подсечек и удушающих приемов. За каждый бой участник получает баллы – минимум 3, максимум 10. Правильный захват может принести спортсмену мгновенную победу. Нужно положить противника на лопату. На спину, чтобы выиграть чисто. Вот сейчас была задняя подножка. Чисто выиграл. Добиться высоких результатов в дзюдо может не только мужчина. Зуре Тачмизово занимается в 4-й спортшколе поселка Новомихайловске несколько лет. Первоначально в секции гимнастики и акробатики. Последние два года увлеклась японской борьбой. Хотя это не женский вид спорта, говорит Зуре, но он очень помогает мне в жизни. Собаку мою подругу уже два раза укусила. И она, короче, теперь как-то бы ее боится и всегда прячется за мной. Вроде бы как дзюдоистка и должна защищать ее. Защитить себя и близких, физически совершенствоваться и развиваться. Новомихайловским спортсменам помогает интересный, необычный вид спорта дзюдо. Идя по гибкому пути восточного единоборства, эти ребята открывают новые особые горизонты. На этом наша передача подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Желаем всем телезрителям хорошего весеннего настроения, радости, удачи, решения всех проблем. Будьте счастливы. Встретимся ровно через неделю в программе «Всем». Встретимся ровно через неделю в программе «Всем». Встретимся ровно через неделю в программе «Всем». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...